во имя отца и сына и святаго духа аминь книга открытым оком разбор выступлений патриарха алексея второго вопрос 2576 изменилось ли российское общество после серии чудовищных терактов 2004 года сплотилось ли она ответ патриарх алексея второго терроризм стремящийся запугать людей играющий на инстинктивной боязни внезапной смерти может реально разрушить те общества для которых характерно безверие и пристрастие к земным благам даже самая совершенная государственная машина не гарантирует полной защиты от террористов таким образом неверующему человеку не на кого надеяться он готов на любые средства обеспечения безопасности зачастую нарушающие его богоданные права что в конечном счете может привести к тотальному контролю над личностью под предлогом борьбы с терроризмом если в нашем обществе возобладают эгоизм гедонизм пристрастие к вещам и развлечениям то она станет легкой мишенью для злоумышленников если же мы искренне поверим господу говорящему не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить матфея 10 глава 28 стих то победа в войне с терроризмом будет за нами мужество героизм и жертвенная любовь очевидцами многочисленных примеров которых мы стали вселяют надежду что наш народ не дрогнул пред лицом опасности не поддался малодушию и панике общая угроза помогла нам почувствовать себя едиными русская православная церковь прославила в лике святых многих мучеников подвиг которых ярко говорит о неустрашимости верующих во христа укрепляем их им самим убежден что пример их духовной крепости полезен нашему народу именно сейчас призываю всех обратиться со вниманием к многовековой православной традиции основе для процветания нашего общества и государства конец церема отвечает Игнатий Лапкин очень хитрый и лукаво трусливый ответ крайне осторожного человека это поведение не верующего животолюбца под предлогом борьбы с врагами народа с террористами пришли к власти гитлер и сталин придет на этой же волне и антихристы всемирный диктатор еврей из колена данного а потому террористические акты никому так не полезны как готовящим престол антихриста и его тоталитарный метод подавления и правления откровение 13 глава 7 стих и дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем конец цитаты все отнято так что сопротивление обречено 1 царств 13 глава 20 и 21 стихи и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы и свои топоры и свои кирки когда сделается щербина на острие у сошников и у заступов и у вилл и у топров или нужно рожон поправить и